Этот пост был удален только потому, что в моем офисе сидят такие же кретины, как и в руководстве Китая. Как вам? Фраза, уничтожившая плоды многолетнего труда. Как это и как этого избежать в этом выпуске? Всем привет! С вами Кира Уланов, маркетинг-ревизор. Это у нас рубрика «5 экспертных копеек за 3 минуты или даже быстрее». Быстрые и простые ответы на важные и актуальные бизнес-вопросы и маркетинг-вопросы. Фраза в начале этого видео – это фрагмент из переписки самого мистера Стефана Габана. Это было на фоне скандала вокруг показов Китая из-за рекламных роликов в Инстаграм-брэнда. Они оскорбили местных и масло в огонь подлили скриншоты переписки Габана. Казалось бы, личная переписка – это закрытое пространство. Там хоть мат-перемат. Но в наше время даже в директе с друзьями оскорблять кого-то может выйти очень и очень дорого. Репутация – это очень зыбкая и хрупкая вещь. Она отстраивается годами, зато рушится за секунды. Это стало особенно просто с появлением социальных сетей. Один пост может пустить коту под хвост. Все, над чем работал, например, тот же пиар-отдел несколько лет. Так что ловите несколько принципов, которые важно запомнить, чтобы не убить репутацию одним сообщением или одним постом. Первое главное – каждый пост в соцсетях важно правильно оценивать. Он должен соответствовать образу и быть полезным для имиджа. При этом он не должен вызывать негативы и выставлять слабые стороны. Не должен. Важно перепроверять все сто раз перед вашей публикацией. Второе. В индивидуальной переписке также не стоит делать то, в чем вас можно потенциально в будущем упрекнуть. Речь даже не в том, что вас могут взломать. Нет, собеседник сам может выложить скриншоты в социальную сеть или, в принципе, в интернет. Причин может быть море. Даже друг детства может решить просто хайпануть на каком-то скандале. Просто не стоит допускать такого дурацкого шанса. Кстати, а вы бы могли позволить себе хайпануть таким образом и заработать? Ответьте в комментариях под этим видео. Только честно. Только честно. Третье. Третье касается содержания. Есть целый список тем, которые никогда не стоит поднимать от лица бренда, например, в тех же социальных сетях. Критика коллег. Критика клиент. Нытье. Демонстрация некомпетентности и многое-многое другое. Самая популярная современная ошибка – это попытка подмазаться к трендам без понимания сути самих трендов. Я сейчас планирую съемку серии роликов о том, как нужно защищать репутацию в сети. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. Там будет ой, как много всего интересного. Очень много нужной информации к внедрению. Возможно, это будет самая яркая рубрика на моем канале. Поглядим. В общем, подвожу итог. Думайте сто раз перед тем, как что-то постить или говорить в социальных сетях, в интернете в целом. Если вы бизнесмен, да даже если вы специалист, то ориентироваться на понятия вроде как «Ну, это же я, я такой, какой я есть, я говорю то, что я хочу». У нас вообще свобода слова, камон. Свобода слова? Уже нельзя. Нужно ориентироваться на свой текущий статус. Каждое слово должно работать на имидж, ну или хотя бы не против него. Чтобы ускорить выход следующего видео, ставьте свой репутационный лайк к этому видео. А также не забывайте смотреть и другие ролики на канале, чтобы получать еще больше знаний о развитии бизнеса и прокачке маркетинга. Выпуск для вас записывал Кир Уланов, маркетинг-ревизор. И увидимся с вами в будущих видео уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok